Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виталий Волков. Основные темы выпуска. Повестка дня актуализации схемы теплоснабжения города Десногорска в Смоленской области до 2032 года. В администрации Десногорска состоялись очередные публичные слушания. У нас и бывает, что регистрация браков и за 70 приходит к нам в таком возрасте. Брачный период отменяется? В Смоленской области стали меньше жениться. Кто тебя сюда звал? Кто? Нужна ты нам бачница. Сцена, актеры, магия. В Десногорске открыли год театра. А теперь об этих и других новостях подробнее. Минтруд разрабатывает методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников. Планируется обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда. После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. Сотруднику будет положена дополнительная денежная компенсация не менее 4% к окладу, а также не меньше 7 дополнительных дней отдыха и сокращенная на 4 часа рабочая неделя. Отмечается, что в первую очередь такие изменения могут коснуться сотрудников правоохранительных органов, педагогов, медицинских работников, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта. На повестке публичных слушаний 28 марта значился вопрос актуализации системы теплоснабжения города. Подробности далее. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, актуализация схемы теплоснабжения Десногорска должна проходить ежегодно до 2033 года. 15 февраля 2019 года согласованная с Департаментом энергетики Смоленской области схема поступила в распоряжение администрации Десногорска. Также был представлен баланс тепловой энергии от концерна филиала акционерного общества «Росэнергоатом». В процессе обсуждения были затронуты важные для города вопросы. Горожан и администрацию города волнуют вопрос потерь тепловой энергии. Затрагивалась и тема износа тепловых сетей. Кроме этого, важной темой слушаний был вопрос возможности перехода города на закрытую систему теплоснабжения. Это требует новых технических решений. По окончании слушаний проект схемы был одобрен. А затронутые вопросы будут проработаны и изучены. Вопрос организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов, связанные с первыми итогами перехода на новую систему обращения с ТКО, обсудили на круглом столе. Он прошел по инициативе уполномоченного по правам человека Смоленской области Александра Капустина. Раздельный сбор мусора на контейнерных площадках или его сортировка на полигоне ТКО. Закон предусматривает две альтернативы. На Смоленщине приоритет отдается второму сценарию. Сортировка мусора населением на четыре вида отходов кажется специалистом утопией. Прошедший квартал показал явную нехватку мусорных контейнеров сельской местности. По самым общим подсчетам необходимо дополнительно создать 5000 контейнерных площадок. На эти цели нужно потратить около 270 миллионов рублей. А таких денег у муниципалитетов нет. Острота мусорной проблемы в регионе снижается, о чем свидетельствует уменьшение количества обращений на горячую линию. В сутки регистрируется от трех до пяти звонков, имеющих частный характер. Участники круглого стола призвали россиян фиксировать на фото и видео все случаи ненадлежащего обращения с ТКО. Материалы направят региональному оператору для устранения недостатков. Попытка раздобыть денег привела жителя Брянска под стражу. В Смоленске с поличным задержан подозреваемый в краже из частного дома. Поймать невезучего вора помогли сами хозяева жилья. Вернувшись домой, поздно вечером супруги обнаружили, что окно в их доме повреждено и внутри кто-то есть. Они тут же обратились в полицию. До прибытия стражей правопорядка хозяева дома перекрыли вору всем возможные пути отхода и удерживали в помещении. Злоумышленник оказался жителем Брянской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. У него сыщики изъяли пакеты с ювелирными украшениями и деньгами, которые он пытался украсть, а также фонарик, отвертку, перцовый баллончик и перчатки, с помощью которых задержанный осуществил взлом. Подозреваемый заключен под стражу. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Статистика брака в Смоленской области наглядно показывает, желающих узаконить свой союз с каждым годом все меньше. Что это, новый общественный тренд или смена традиционных ценностей? В этом попыталась разобраться наша съемочная группа. Они все помнят, как вчера. Наталья и Дмитрий Егименко. Образцовая ячейка общества. Классический сценарий счастливой семьи исполнен по всем принятым канонам. Все началось 14 лет тому назад. Мы вместе учились в одном учреждении учебном на параллельных курсах. Дружба плавно перетекла в любовь, а дальше в создание совместного быта. Венцом всему стало официальное оформление отношений. Мы пошли, рассказали родителям, что вот мы готовы создать семью. И уже через пару месяцев заявление было в ЗАГСе. И уже буквально летом мы сыграли свадьбу. Одна фамилия на двоих, общие заботы и радость. И уже третий ребенок. Что еще нужно для счастья? Тем не менее, по такому классическому жизненному пути сейчас спешат пройти не все. Официальная статистика наглядно показывает. Количество регистраций в Смоленской области идет на спад. Марш Мендельсона и крики «Горько» за 2018 год прозвучали чуть более 5600 раз. А это меньше показателей 2017 года почти на 800 случаев. Что это? Временная тенденция или повод бить тревогу? Такую тенденцию, я считаю, она связана с тем, что молодые люди вначале стараются получить хорошее образование, профессию, как-то утвердить себя, стараются себя материально обеспечивать и уже потом думают о создании своей семьи. В Смоленской области наибольшее количество брачных союзов совершается людьми в возрасте от 24 до 34 лет. В целом такая тенденция характерна для большинства развитых стран. Не спешить и подготовиться к содержанию семьи – разумное решение современных молодых людей. Но как быть, если свою вторую половинку удалось повстречать не сразу? У нас и бывает, что регистрация браков и за 70 приходит к нам в таком возрасте и устраивает торжественное бракосочетание, то есть с гостями, с кольцами. Но затягивать женихбой все-таки не стоит. Как и для любого благого дела, тут потребуется и жизненная энергия, и готовность приложить некоторые усилия. Ведь крепкая семья – это как счастье, так и ответственность. Психологи напоминают, что свадьба – это не только подтверждение зрелости обоих партнеров, но и необходимый шаг, без которого дальнейшее развитие отношений невозможно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Роскачеством подготовлен новый ГОСТ по проверке качества сухих молочных смесей для детского питания. Нововведение вводится после масштабной проверки товаров в конце минувшего года, показавшей, что маркировка, как правило, не соответствовала составу смесей. Например, в смесях оказывались не соответствующие заявленным концентрации витаминов и микроэлементов. В разработанных стандартах указаны более жесткие и подробные требования к продукции. Предполагается, что в результате доработок, в соответствии с новым стандартом, смеси должны стать по составу ближе к грудному молоку. Изменения коснутся как отечественных, так и импортных продуктов. 27 марта, в день профессионального работника театра, участники коллектива «Гном» подарили жителям Десногорска свой спектакль. Чем порадовали публику юные актеры, смотрите в сюжете. Театр – центр всех культурных событий. Он формирует особую атмосферу, воспитывает и объединяет зрителей. Год театра – это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, работников культуры. Это и праздник неравнодушных зрителей. Очень важное значение для воспитания в молодежи чувства прекрасного, любви к литературному слову и актерской игре имеет наставник. Режиссером талантливого коллектива «Гном» является Дания Макарова. Мастерство, неиссякаемый талант, вдохновения и наставника были отмечены на самом высоком уровне. От леса главы города Андрея Шубина ей вручили почетную грамоту за плодотворный труд, создание условий для развития и процветания культуры в городе. Театр – это жизнь. Это жизнь, это настоящая жизнь человека, не такая, как у всех, потому что все те, кто связаны с этой сферой, это отдельные люди, это уникальные люди. По завершении торжественной части мероприятия детский театр «Гном» представил на суд зрителей драматический триптих по пьесе Тамары Василенко «Бабушки тоже были маленькими». В основе постановки лежат непростые отношения между бабушкой и внуком. Тема отцов и детей всегда актуальна, а в наше время стоит очень остро. Темы и проблемы совсем не детские. И юные актеры это прочувствовали. На какое-то время из непосед детей они превращались в умудренных опытом взрослых людей. От серьезных мыслей, прямых взглядов, искренних и продуманных сцен зрительный зал замирал. А люди, люди вышли бы все сразу, все-все до единого ногами бы затопали, затоптали бы весь огонь, который внутри урчили. Спектакль получился очень эмоциональным. В этом и заключается притягательная сила театра – научить понимать, сопереживать и сочувствовать. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ Смоленские одиннадцатиклассники посоревновались друг с другом в оригинальности и креативности. Традиционный конкурс «Я выпускник» уже девятый год подряд собрал в губернском лучшие школьные пары. В этом году на участие в конкурсе заявились семь учебных заведений областного центра. Ребятам нужно было представить творческие номера, показать наряды на выпускной бал, а также ответить на вопросы об истории региона. Смоленский школьников приветствовал губернатор Алексей Островский. В этом году конкурс проходил под эгидой объявленного президентом России года театра. Тема была выбрана соответствующая. Ребята путем жребия определили классические произведения, которые им необходимо было обыграть в оригинальной форме. Победителями стали выпускники из школы номер 17 Смоленска. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!